Вот вы упомянули, что нужно служить Святой Дхаме, а вот как это практически выглядит, то есть что это значит служить Святой Дхаме, поподробнее можете объяснить, то есть что мы подметать должны, самое главное, выдадут веники, когда мы выйдем из самолета и мы будем везде подметать, или это как бы образно говоря подметать, на самом деле это что-то другое. Вот хочется в этом разобраться, я часто слышу эту фразу, надо служить Святой Дхаме, и вот хочется понять, что это такое на практике. Да, это важный вопрос, у нас выйдет фильм про наше предыдущее большое вайшнавское паломничество, которое было, получается, уже в каком, в 2019 году, то, что в 20-21 был перерыв, там вот этот локдаун. И мы там сняли фильм, сейчас вот мы его доделали как раз, чтобы вдохновить людей ехать в поездку в этом году, и в этом фильме очень подробно мы рассказываем о том, собственно, какие виды служения нам доступны в Дхаме. Если коротко, то все начинается, конечно, с стандартной практики вайшнава, то есть приехать в Дхаму и воспевать там святое имя, просто повторять мантру на четках или участвовать в киртане, это уже служение Дхаме. И по этой причине писания говорят нам, что любая практика духовная в пределах святой дамы, она имеет стократный эффект, минимум стократный эффект. Почему? Потому что к самому факту служения святому имени, который преданные совершают, который где-то он вообще в принципе может совершать, добавляется эффект служения святой даме. То есть святая дама, она настолько милостива, она настолько щедра по отношению к тем, кто туда приезжает, что по факту любой шаг, любое действие в святой даме воспринимается как служение. И мы знаем эти цитаты знаменитые, что каждый шаг в святой даме подобен паломничеству во Вриндаване, конкретно подобен паломничеству по всем святым местам вселенной, а тот, кто просто лег поспать под деревом во Вриндаване, он предложил полный дандават стопам Рады и Кришне. Это не просто фигуры речи, это описание вот этой реальности, которая говорит о том, что если человек приехал в святую даму, оказался там, он уже служит даме. Что уж говорить об осознанных попытках служить. Поэтому духовная практика прежде всего – это служение в дхаме. Слушание – это служение даме. Служение саду, которых мы там будем встречать в большом количестве. Служение, естественно, опять же, начинается со слушания, но также мы этим саду что-то дарим, мы им жертвуем, да, мы участвуем там в каких-то делах, в каких-то проектах, которые они организуют, и вовлекаем всех участников наших групп в это. То есть это служение даме. Веники мы тоже раздадим, не переживайте, все, кто хочет попробовать поубирать дхаму. Поэтому у нас есть такая программа, мы занимаемся этой марджана с севой. Марджана означает очищение. И это очень важный аспект служения дхаме, потому что вообще в нашей традиции, Господа Читани Махапрабо, вот эта марджана сева, уборка дхамы или уборка храма, она олицетворяет собой процесс очищения сердца. Поэтому, когда преданная осознанность, медитация занимается этим служением, они очень серьезную работу в своем сердце проделывают, очень серьезный, хороший опыт получают. Жителям дхамы, в Риджабасе, там каким-то пожилым людям, детям, мы тоже служим, мы раздаем еду, мы раздаем теплые вещи, мы организуем это все. И, кстати говоря, в этом вы можете начать участвовать даже еще до того, как поедет дхам. Наш друг и коллега Ачинтия Кришна Аправо, он организует вот это служение регулярно, вы можете с ним связаться и поучаствовать в том, чтобы что-то подготовить для жителей дхамы, потом взять с собой, отвезти физически какую-то часть всего этого туда отвезти. Это потрясающее служение, оно, скажем так, дает колоссальные духовные дивиденды на ваш духовный счет, и, помимо всего прочего, оно вам дает живой опыт, что вы по-настоящему что-то хорошее, что-то полезное, что-то священное сделаете. В общем, это большой список много-много разных вещей, которые мы там делаем, и каждая из этих вещей на свой какой-то опыт потрясающий дарит.